Девушки, которые замужены Поднимите руки те, кто в отношениях Вот те, кто не поняли У вас в пакете есть красивые розовые визиточки В форме сердечка Прощайся за бородой стей Будем рады, решим, забудь Я работаю с девушками, которые открыты к международным знакомствам Девушкам, которые решили расширить диапазон своего поиска Они приходят знакомиться, доверяют мне свои истории любви Разочарование любви Счастливые истории, несчастливые истории Знаете, общаясь со всеми мнения Я заметила, какое глубокое наблюдение не сделано Когда у нас случилось соглашение Когда мы только влюбляемся в своего партнера Мы им очень очарованы Мы наделяем этого партнера такими качествами Которые, возможно, он и не обладает Нам кажется, что он бесконечно умен Очень перспективен Что он обладает незаврядным чувством юмора Это очень интересное совершенно Что нам хочется знать о нем все Нам хочется проводить с ним время Нам хочется делиться с ним какими-то своими целями в жизни И нам очень важно знать, нравится ли мы ему И важно донести до него, что он нам тоже нравится И давайте рассматривать такое идеальное развитие событий Идеальное Вы ему все-таки нравитесь Он делает вам предложение Кольцо Форта Клятвы бесконечной любви Сказка Романтика И потом начинается быт Быт такой товарищ, который свитает всю романтику в отношениях И начинается то, что говорят в сказочке, конец Почему так происходит? Потому что те, кстати, пары, которые не находятся в браке Вот только пары, которые отношения для нас там около года Или больше У вас тоже есть быт У вас есть такой свой сценарий отношений Вы встречаетесь, может быть, даже в одном каком-то кафе Привычно, да? Вы делаете какие-то такие привычные ваши ритуалы Все со временем в отношениях становится так банально предсказуемо Скученько, селенько, безвкусно, да? Вот когда появляется такое ощущение Безвкусности, пресности Как будто не хватает специй какой-то Вот это начинается быть Романтика, она ушла Давайте представим такую картину Не картину Представьте, вот здесь, наверное, большинство из нас работающих Представьте, что у вас на работе очень важный, перспективный проект И 50% успеха этого проекта зависит от вас Будете ли вы работать на успех этого проекта? Вот у меня есть предположение, что вы будете пахать, да? Денно и ночно У нас, кого не спроси, мы все очень семейные У нас семья на первом месте Но по большому счету Вкладываемся эмоционально, по времени Мы больше в работу Потому что, ну как бы, это же работа Да, я не могу там как-то, там, не ответить на звонок Я не могу не выполнить свое обещание Потому что это работа А отношения, романтика Нам всем очень хочется, чтобы она была в нашей жизни Но, знаете, вот как там, так, чтобы она была сама по себе Без нашего вложения Без нашего участия Но поскольку, если не мы будем работать над отношениями Пусть работает кто? Партнер Пусть у нас завоевывает Вы же видите, да, принцессы Пусть у нас завоевывает, очаровывает А мы будем судить Достаточно ли он нам внимания сегодня оказал Достаточно ли большое нам букет цветов подари Достаточно ли вкусный кофе он нам свалил И если мы будем довольны его вложениями, да, тогда вроде как неплохо А если не довольны, то мы ему обвинем Что вот ты недостаточно меня видишь К примеру Да? Почему так происходит? Потому что на самом деле, когда не прискорбно, мы лентяри Нам хочется, чтобы была любовь Нам хочется, чтобы была романтика в нашей жизни Но как-то без нас Работать над отношениями Над успехом наших отношений Нам не хочется Мы к этому не привыкли Нас к этому не учили Нас учили чего угодно, но не этому И, вот знаете, девушки к мне приходят Рассказывают мне эти истории отношений И хочется задать один-единственный вопрос В какой момент из ваших отношений ушло волшебство? Куда ушла магия? Вы выбирали себе кушьяла лучшего из мужчин А потом почему-то об этом забыли В какой момент ваш мужчина стал тем, кто полночек не прибыл? Носки грязные разбрасывает по квартире, да? Как-то там еще там с праздником каким-то забыл поздравить Когда так все грустно становится Предсказуемо, безвкусненько Очень много можно говорить о том, как вернуть романтику в отношения Я, конечно, все секреты вам здесь сегодня не раскрою Но немножечко про это поговорю Начну с самого банального Очень такой банальный вопрос Когда в последний раз вы со своим партнером были на свидании Так, чтобы вы вдвоем Чтобы не звонки по работе Не звонки детям Чтобы не фотографии в инстаграм А чтобы были вы и он Чтобы вы общались Вы знаете, время очень быстротечно Все в жизни очень сильно меняется Меняемся и мы Вспомните себя в тот день, когда вы выходили замуж В тот день, когда вы отправлялись на первое свидание с вашим мужчиной И оцените, сравните с собой, той, которая сидит сейчас в этом зале Вы изменились? У вас могли измениться цели, приоритеты, стремления в жизни, да? Многое могло измениться Вообще вы можете сейчас быть совершенно другой личностью Но меняетесь не только вы Меняется и он Вот этот мужчина, который живет с вами В одном доме, в одной квартире Как часто вы общаетесь с ним по душам? Вот чтобы не про то, какой спортивный костюм детям купить, да? Или там подарок подарить друзьям на день рождения А про то, какой у него день прошел О чем он сегодня думал, о чем он мечтал, о чем он стремится Ведь мы настолько повязаем вот в этом вот быте Да, в этом повседневной рутине Что мы забываем, что мы оба меняемся Мы забываем откровенничать с нашим мужчиной Мы не открываем его для себя Не открываемся сами ему А ведь это очень интересно, да? Потому что тот человек, который спит с вами в одной постели Тот человек, который завтра будет круженой Он может оказаться на самом деле Весьма интересной личностью И очень неплохо было бы с ним познакомиться Вот с тем, какой он сейчас Да? Узнать его Он может измениться Он может вам понравиться сейчас Даже больше, чем тогда Не бойтесь влюбляться в своих мужчин Не бойтесь открывать его для себя Открываться ему Пойдем дальше Когда мы открываем мужчину для себя Когда мы открываем этого нашего партнера Каждый день для себя Мы можем понять, что у нас уже какие-то новые совместные цели Могут быть совершенно другие Отличные от вчерашних, например Мы, люди, очень нуждаемся в эмоции Нам всегда нужны эмоции Чтобы чувствовать себя как-то ярче Потому что жизнь приобретает такие краски Более наполненные Когда у нас есть эмоции Положительные эмоции Вы сегодня сюда все пришли Выдержали практически 100% Выдержали дресс-код Потому что вам это удовольствие Вам нравится это Вот точно так же мы стремимся За какими-то эмоциями Но наш организм Очень такой, знаете Такой товарищ интересный У нас есть внутренний калькулятор Бухгалтер И он считает, что Зачем же нам тратить энергию Силы На то, чтобы куда-то идти И получать эти эмоции Если мы очень хорошо в своей квартире Мне очень хорошо дома Пришел муж А ему всегда хочется Ну как вы будете Да, все равно хочется А полочку не привил Сейчас пойдем на кухню Я ему все выскажу Полочку не привил С носки разгросал Что-то там еще не сделал И пары Очень часто Причем это не зависит Ни от уровня образования пары Ни от социального положения Это может случиться И постигнуть любую пару Пара скатывается до кухонных ссор Эмоции бурлят Вы пришли на кухню Строили скандалы Можно так, чтобы не только Все в квартире знали Можно так, чтобы все в квартире знали Какая вы страстная пара Можно посуду попить Можно несколько дней Потом не разговаривая Потому что совсем накал страстей Знаете, как Потом помирились Такие вот скачки Да, мы вас прошли Эмоции есть Доходят бурлят Но романтика В таких отношениях Не выживает Романтику можно вот там На кухне Во время ссоры Сразу на похоронитель Потому что Эти эмоции Только Работают Во вред Как и где нужно Искать эмоции Вместе с любимым человеком За пределами квартиры За пределами дома Вот Не побоялись Выше вечера Не пошли гулять По парку Пойдите Продегустируйте Новую Кухню Которую вы раньше Не пробовали Посетите Не знаю Театр Музей Квест комнату Все что угодно Сходите на индивидуальный Мастер-класс По танцам Пробуйте что-то вдвоем Делайте что-то вдвоем Ищите эмоции Вдвоем Тогда будут эти эмоции Работать Во благо Ваших отношений Тогда будет романтика По-другому не будет Когда человек Становится наиболее уязвимым Кто-то когда-то задумывался Когда мы делимся Друг с другом Мечтами Но мечты Должны были Не такие банальные Например Я хочу в Париж Но кто в Париж не хочет Все хотят в Париж А какая-то мечта Такая вот Знаете Родами из детства Банальная мечта Может быть Такая смешная Ну когда Например Вот он такой Взрослый Соленый Может быть Даже Чиновник Лет Пятидесяти Пятидесяти Пяти Решил Купить себе Морпедик Чтобы на дачи Ездить Например За хлебушку Например И он решил Пойти Поучиться Игриной Виталии Чтобы как в юношестве Костер Вокруг Девчонки Он песни поет Ну вот хотелось Ему всегда Но как-то Не решался За всю свою Как-то Предыдущую жизнь Не решился Учиться Игриной Виталии А тут созрел И решил Он этой мечтой Поделиться С любимой Женщиной А женщина Ему в ответ Что вообще С ума сошел Какой мопедик Какая гитара Полочку Прибей Мечты Порушились Он вам Доверил Знаете Вот такое Самое Не самое Но Ну и самый дорогий Да Он немножечко Вам дверцу Приоткрыл Своей душу А вы его Не приняли А вы его Не поняли А вы насудили Он второй раз Уже Не придет Поделиться Почему так происходит Потому что На самом деле Мы очень мало Уделяем внимания К тому Чего хотим Мы сами Вот вы сами Часто ли себе Забьете вопрос Чего хочу я Не часто У нас очень много Ну вот рутина Да Она у нас Парлативная Мы забывали Остановиться В порыве В ритме Бешеном Просто остановиться Обвернуться вокруг И спросить Тебя А чего Вообще Я хочу И это Нужно практиковать И делать Каждый день Начните С малого Например Обед Элементарный Вы остановились И спросили Тебя Что я хочу Сегодня на обед Изысканный Это желание Это желание Или нет Это уже вопрос Второй Надо признаться Себе в его наличии Что я хочу Такие Эту шоу Я хочу Так чизу Ребят Зактон И еще что-то Вы имеете Право На это желание Откровенность В идеале Съесть Какая тут Страсть Я как Такая любовь Врачу Вносите Элементы Непредсказуемости Вот вы Сейчас Не будете Награждать Мы работаем У нас дети Нам гега Да Может быть Не знаю Жилищный вопрос Как-то нам не позволяет Когда вы были Володы Когда у вас Начинались Отношения На первых Порах Ваш мозг Придумал Такие варианты Где это Изобразить Как это Сообразить Да Что только Диму Даешься А сейчас Вы уже Перестали Напрягаться Потому что Собственно А зачем Так вы Привнесите Элемент Неожиданности В вашу Сексуальную Жизнь Часто Мне про это Говорят Что Ну Я же Леди Какое Желание Я не могу Хотеть Мужчину И Очень Многие Своему Мужчине Будучи В браке Не знаю По 10 15 лет Ни разу Не говорят Я тебя Хочу Элементарно Потому что Вроде как Не положено Да И жалеть Вдруг А вы Все люди Нам свойственны Какие-то Желания И сексуальные Желания В том числе И если Вы вдруг По каким-то Причинам Никогда не говорили Вашему партнеру Что вы его Хотите Прямо Страстно Желаете Так скажите Ему об этом Ему будет Приятно Только Говорите Про это Уже Тогда Когда вы В самом деле Его желаете Если У вас В самом деле Ну так вот Случилось Что вы Как-то Пришли К тому Что у вас Секс По расписанию По вторникам И четвергам Несите Элемент Непредсказуемости Инициируйте Секс Например В субботу Утром Вот так Вообще Не ждал Экспериментируйте С местами Экспериментируйте Со временем Это все Привносит Очень яркие Краски В вашу Сексуальную Жизнь Ваши Романтические Отношения Если Вы никогда Не пробовали Какие-то Игры Может быть Почему нет Если Ваша пара Очень консервативная И вы Например Никогда Не посещаете Секс-шоп Может быть Вам стоит Задуматься Посетить Такую магазин Может быть Там что-то Свет Купите Если Вашим партнером Вы чувствуете Вы же знаете С вашего партнера Что он Например Не будет готов Прямо так Вот сразу Разделять С вами Какие-то Такие Новшества Если Вы сейчас Придете И скажите Завтра Пойдем На урок Танцы А послезавтра Пойдем Секс-шоп Зайдем Чтобы Не сразу Шокировать Мужчину Сходите Вы сами Посмотрите Ознакомьтесь С ассортиментом Задавайте Вопросы Может быть Что-то Вы захотите Прикупить Потом Можно Мяненько Так аккуратно Про это Сказать Партнер У нас У каждого Есть Какие-то Нереализованные Сексуальные Желания Подумайте Может быть Вы не задумывались Никогда О том Какие Желания Есть У вас Сексуальные Подумайте Озвучите Партнера Может быть Сами себе Изначально Представите Что-то Хотели Будьте Готовы К тому Что ваш Партнер Тоже Имеет Какие-то Сексуальные Желания Вполне Возможно Он захочет И с вами Тоже Поделиться И если Вам вдруг Что-то Придложит Такое Почему Вы Как-то Так Оказались Норально Неготовы Не надо Говорить Что Я не Такая Услышали Тихонечко Там Денечко Другой Походили Подумали А вдруг Вы так А вдруг Вам станет Интересно Только Вроде Как Сразу Что Неприлично Даш Леди Вот Поэтому Экспериментируйте Вносите В свою Жизнь В повседневную Жизнь В сексуальную Жизнь Элементки Навесные Экспериментируйте Вдвоем Вместе С партнером Любые Желания Вашего Партнера Принимайте С благодарностью Если Он что-то Вам предлагает Поверься Он работает Над отношениями И это До какого Стоит Я готова Ответить На вопрос Если у вас Они есть Пожалуйста Кто хочет Задать вопросы Что все Настолько Понятно А в ответ Все Пожалуйста Поддержать Поддержать Его Вы знаете Это даже Иногда Деланы В словах Которые Вы говорите Это Такое В принципе Отношение К вашему Партнеру Он должен Понимать Что вы В нему Верите Что Ваша Вера Должна Быть Вашему Партнеру Сильнее Чем Его Самого Себя Потому Что Когда Наступают Какие-то Трудности Особенно Финансовые Мужчина Чувствует Груз Ответственности И Конечно Он Чувствует Возможно Даже Какие-то Угрызения Стои Стоит Прежде Всего Перед Вами Потому Что Он Вроде Как Обещал Вам Вас И Человек Дать Вам Какой-то Достойный Уровень Жизни И Он И Справился И Не заключаться В словах Дорогой Я Действительно Верю Ну Не так Банально Но Ваша Вера Должна Быть В него Очень Сильная И Мощная Должен Ее Ощущать Это Во-первых Не Верить Элементарные Какие-то Когда Ты Пойдешь На Работу Начнешь Зарабатывать Деньги Ну Это Совсем Уже Грустная Своя Но Он Должен Понимать Что Вы Верите Что Вы Получится Он Может Не Верит А Вы Верите И Это В повседневных Делах Начиная От завтра Когда Он Приходит Обнимает Целует Тактильный Контакт Очень Важен В баре Когда Мужчина Приходит С работы Когда Вы Приходите С работы Обязательно Должен Быть Объятие Поцелуй Самое Элементарное То Что На ранних Этапах В отношениях Оно Есть Всегда А Потом Вот Это Пропадает Вы Знаете Иногда Есть Такие Моменты Когда Дело Не Верите Либо Не Верите Он Себя Вы Его Не Спасете Вы Понимаете Как Есть Ответственность На вас Есть Ответственность На партнере 50% Успеха Проекта Лежит На вас 50% Это Его Вы Не Можете На себя Взводить Сестол И Сказать Иди И Двигай Горы Если У него Нет Внутренней Мотивации Если У него Нищем Другой Руч Он Не Пойдет Возможно Поможет Стрессовая Ситуация Какая Вот Немножко Усугубить Стресс Тогда Может Он Мамеризируется Но Не Факт Не Факт Может Может Сработать Приводите У нас Красивый Рузовый Кабинет Девочки Клиентки Наши Знают У нас Такой Уютный Кабинет И Как-то Он Располагает И Когда-то К нам Пришел Клят Мужчина И Он Сел В креслице У нас Ни Разноцветные Красивые Креслица Стоят Он Сел Говорит Вы знаете Здесь Вам Хочется Рассказать Всю Свою Жизнь Приводите Пусть Рассказывают Дорогие Девочки Каждый Четверг Со Странички Брачного Агентства Породается Дорейт В Инстаграме И В принципе Очень часто Со своей личной Странички Мы проводим Прямые Эфиры Конечно Эти Прямые Эфиры Косвенно Как-то Касаются Международных Отношений Но В принципе Я думаю Что Многим из вас Будет интересно И полезно И послушать Поэтому Подписывайтесь Породается День Так Нас можно Найти В Инстаграме Так Нас можно Найти На Фейсбуке Задавайте Вопросы Мы всегда Надо Данной Связи Хорошего Варкевича День Редактор субтитров День Редактор субтитров